Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! А жителям запоребриковой цивилизации, провитанничков и Степана Андреевича Бандеры! Итак, друзья мои, сегодня ровно 100 дней, ровно 100 дней с того момента, как Путин за 3 дня автозаками хотел взять Киев, но взял что-то другое, да, и не в то место. Так вот, давайте подумаем, к чему пришла так называемая Россия за эти 100 дней и к чему пришла Украина. Ну, Россия захватила несколько десятков тысяч квадратных километров полей и огородов и захватила несколько второстепенных, скажем так, райцентров в Луганской области. Все. Херсон, да, они захватили сразу же, но его они сейчас отдадут. Развивается наступление украинских вооруженных сил в Херсонской области. Я думаю, что в течение месяца этот вопрос решится. Херсон вернется домой с коллаборантами. Будет проведена судебная... А вы как думали? Будет проведена судебная, так сказать, реформа в их жизни. Вот. А Россия уберется в Крым. Это в лучшем случае для них. Я думаю, на самом деле, гораздо дальше. Давайте подумаем, к чему пришел Путин и его фашистская Россия за эти 100 дней. И к чему пришла Украина. Прежде всего, вот эту всю операцию Путин рассчитывал закончить максимум за неделю, за две. Я имею ввиду вместе с подавлением партизанского движения. Потому что Киев должен был взять за два, за три дня. Как там сказал их Соловиный помет. Он сказал, что они бровью там поведут. То ли глазом моргнут, то ли бровью поведут. И все тут все поймут у нас. Но у него уже нервный тик. Он так вот уже моргает все 100 дней. Беспрерывно нервный тик. А это никого не впечатлило. Да, кстати, интересный момент такой. И у него уже это моргание, оно уже какое-то болезненное теперь. Там уже и Дондон Кадыров заявлял 15 раз. Сколько Дондон уже Киев в раз брал? Конкретно брал. Бородой тряс. И все рассказывал, как он все победил всех. А вот как-то оно не идет и все, елки-палки. Поспешили. Спешунишки, да. Так вот. К чему они пришли? Они пришли к тому, что через 100 дней. Операция, которая должна была проходить 3 дня. А потом еще там неделю, полторы недели зачистки. Ничего, как говорится, даже не начались. Есть полномасштабная война. И в стратегическом плане достижения России ноль. Абсолютный ноль. Но, я бы даже сказал, минус один. Почему? Потому что Украина помножила на ноль их самые боеспособные воинские части. Это раз. Уничтожено 1300, или я уже не знаю сколько там, посмотрю по потерям сегодня танков. Уничтожено больше 3000 БМП. Уничтожена Псовская воздушная дивизия. Еще какая-то воздушная. Ульяновская, по-моему. Еще, еще. Перебиты все морпехи у них. Боеспособные, которые были реально боеспособные. Которые реально могли повлиять на поле боя. Сбито 175, по-моему, или 176 вертолетов. Сбито больше 200 самолетов. Позбивали больше 100 крылатых ракет. То есть, понимаете, я вам скажу так. Россия просто перестала быть второй армией мира. Она просто, понимаете, вот армия, это было ее все. Поскольку народ абсолютно нищий и убогий. И она никак не могла похвалиться ни экономическими достижениями, ни социальными. Абсолютно ничем. То есть, страна, явная страна третьего, если не четвертого мира. У которой есть армия. То есть, типичная обезьяна с гранатой. И вот эта обезьяна всегда этой гранатой трясла. И говорила, да я же вам тут, да я же вам там. И все щурились, понимаете. А теперь, посмотрите, как на них смотрят. На них смотрят как на шлеперов и пустозвонов. Потому что, ну, что разговаривать и что бояться страны обезьяны, так сказать, с гранатой. Если она ничего не может сделать в баштанской самообороне. Которая поджимала у них все танки, панцири. И вообще все, что у них были, уже сдали в металлолом, понимаете. То есть, страна, которая не может ничего сделать в баштанской самообороне. Она что-то может сделать в Соединенных Штатах Америки. Ну, смешно говорить. То есть, Путин низвел и помножил на ноль российскую армию. Не только в плане того, что мы перекондропупили абсолютно всех его танкистов, артиллеристов, десантников, шмисантников. И он сейчас должен набирать алкоголиков по пивным где-то там в Самарканде или где он там. В Сыктывкаре, в Улан-Удэ, еще где-то, еще где-то. Смешные какие-то места со смешными названиями. Вот. Он должен, вынужден там набирать какую-то публику, которая вообще к армии никакого отношения не имеет. Или была в армии там 35 лет назад. А может 38 или 42 года назад. Садит его в древние танки, отправляет на поле боя. Ну, этот танкист аннигилируется за 4,5 минуты. И на этом все. Вот. То есть, он сделал российскую армию посмешищем. Посмешищем для всего мира. И сейчас, когда он, вот, он даже, видите, не он уже выступает, а он поставил этого дурачка Димку Медведева. Ну, человек-алкоголик, запойный. Маленького роста, по-моему, 150. Он еще меньше Путин-карлик, а этот дважды-карлик. Кстати, почему у них такие президенты? Непонятно даже. Подменного президента взял, значит, Димку Медведева, который смешно шевеля губками и тряся коротенькими ручками пытается угрожать Соединенным Штатам Америки. Но это выглядит, это выглядит гротескно, глупо и неуместно. И в результате, ну, а как ты можешь угрожать Соединенным Штатам, если тебе надавали под баштанкой на соплях? Если у тебя было 22 чернобаевки? Если тебя четыре раза расхринячили на змеином? Ну, ну, как, как, что ты можешь сделать? Ты выглядишь смешно, глупо. И все. Вот. То есть, понимаете, сегодня от российских, от российской военной мощи в результате, так сказать, спецоперации в Украине, остались российские военные мощи. Это первый момент. То есть, Путин полностью уничтожил российскую армию как таковую, ее РНМ. Она стала армией, еще один момент. РНМ это самое главное. То есть, раньше они что-то там пытались пыжиться, рассказывать о каких-то офицерах, какой-то офицерской чести. Сейчас все знают, что это армия убийц, мародеров и нищебродов бомжей, насильников. Просто потому, что, посмотрите, ну, то, что мародерит, выглядит как бомж, матерится семиэтажным матом при разговоре с собственной матерью и женой. Это и есть бомж, мародер и убийца. Все, собственно говоря, все. А что? Если оно так выглядит, так это, наверное, оно так и есть. Вот. То есть, офицерская честь, это все не про них. Это просто банда убийц, банда психопатов, банда кровавых маньяков, банда мародеров. Все. Вот что такое. Это террористическая большая... Вообще, Путин сделал из России большую террористическую организацию. На сегодняшний день Россия полностью страна изгой. Вообще. С которой нету отношений абсолютно ни у одной страны мира. Извините, Эритрея, конечно, да, Эритрея. А если вы... Я вам еще дам, кстати, если вы... Лайфхак. Если вы пополните на месяц мобильный телефон у премьер-министра Науру, он тоже вас признает. Обязательно. Советую, кстати, да. Вот. А пока только Эритрея, да. А, и Башарасад. Но Башарасад, он не серьезный, потому что он как Лукашенко. Он вроде и сам по себе, а страна сама по себе. Так что это какое-то неполноценное такое признание. Вот. То есть, смотрите, Путин укокошил российскую армию. Путин расфигачил российскую дипломатию. То есть, ну, российские дипломаты на сегодня просто не существуют. Это такой, знаете, я даже не знаю, это филиал гитлеровского этого Риббентропича. Риббентропщина у них, вот что у них сегодня на сегодня. Вместо дипломатии. Вот. И уничтожил, самое главное, российскую экономику с санкциями. Только вчера американцы ввели санкцию в отношении еще 71 предприятия. То есть, скажем так, падение производства на России будет катастрофическим. Оно уже катастрофическое. Будет только нарастать. Следующий шаг, это нехватка продуктов питания. Кстати, советую россиянам, я обычно такого не советовал. Россиянам я советую запасаться крупами, сахаром, солью. Этого всего у вас скоро не будет. Кушать вам будет нечего. Вот. И, собственно говоря, все. То есть, он приводит Россию к краху. Следующий шаг, это аннигиляция самой России. То есть, страна, которая нищая, которая никому не нужная страна. Своим же собственным жителям будет не нужна. В силу того, что она сделала их абсолютно нищими бомжами. Она просто начнет распадаться на как лускутное одеяло на части. И довольно быстро перестанет существовать. Увидите, это скоро произойдет. Вот к чему пришел Путин. И так называемая путинская Россия. Через 100 дней полномасштабной войны в Украине. Слава Украине!